Всем привет! С вами я, Виктория Исаева. И я здесь, чтобы напомнить вам. Жизнь прекрасна. Я очень люблю мужчин. И поэтому мне просто больно смотреть, как многие из вас мучаются в изживших себя отношениях, на чем свет поносят своих девушек, которые все как одна стерва, все вас пилят, все до вас докапываются, все ограничивают вашу свободу. Выхода из этого кажется, что нет. Но, тем не менее, он есть. И сегодня мы поговорим именно об этом. О том, как вы можете улучшить свои отношения и перестать мучиться так сильно в браке, в семье, в любви и так далее. Мы уже говорили о пяти типичных женских ошибках в отношениях. А сегодня мы обсуждаем мужские ошибки в любви. Что нужно делать и чего делать не надо, чтобы ваши отношения работали, как нам. Да-да, вы все это делаете. Может быть, руководствуясь самыми лучшими побуждениями, правилами хорошего тона, инстинктом самосохранения. Тем не менее, всегда, когда девушка задает вам какой-то вопрос, вы выдаете ей сладкую ложь вместо горькой правды. Это платье меня полнит? Нет, не полнит. Ходи. Мне нравится, когда твои складки обтянуты. Все классно, все здорово, супер. А она красивее меня? Нет, она такая уродина. Вообще меня тошнит. Я на нее смотрю просто, меня выворачивает. Вот ты на ее фоне. А Моника Белучи? Уродина. Кошмар. Вообще не могу на нее смотреть. Девушки на самом деле не ведутся на эту сладкую ложь. Да, они слышат то, что они хотят услышать. Да, они потом до вас меньше докапываются. В итоге вы, а, копите недовольство, б, усугубляете положение своей девушки. Сами понимаете, если вы постоянно будете говорить, да, тебе это идет, хотя вам не нравится, как она выглядит. Да, вот так вот отлично носили такие вещи, хотя вы хотели бы видеть ее совершенно в другом стиле. Если вы постоянно будете отрицать наглухо свои эмоции, то девушка к этому привыкнет. У вас будет в тем временем копиться недовольство, раздражение. Рано или поздно оно вылится, и вы скажете, да, ты жирная корова в этом платье, да, Моника Белучи, намного тебя лучше, да, я хочу переспать с твоей подругой. Это все правда, правда за все долгие годы, да. Ну, правду все равно до конца скрывать не получится, поэтому лучше выдавать правду дозированно, вежливо и тактично. Например, хотите, чтобы девушка одевалась так, как вам нравится, пройдите с ней по магазину, выберите ей то, что вам нравится. Не говорите ей впрямую, ты плохо выглядишь, тебя полнит и так далее. Предложите, пойдем вместе на пробежку, давай вместе в спортзал ходить и так далее. То есть, всегда можно в вежливой форме, в красивой преподнести даже горькую правду, но сладкая ложь все равно никогда не работает. Даже если в этот момент от вас девушка отстанет, она будет приставать к вам ровно столько, столько и столько раз, что однажды вы сорветесь и наговорите ей с три короба. Поэтому лучше с первого дня отношений говорите ей правду, она это выдержит. Верьте в нее и все будет нам помогло. Типичная мужская ошибка номер два. Пытаться решить любые проблемы бегством. Да-да, вы это делаете. Как только в жизни выступает черная полоса, трудный период, личностный кризис, кризис отношений, вы с удовольствием бежите. А способов бегства у мужчин много. Кружка пива в спортбаре, ремка водки с друзьями, стадионы, футбол, хоккей, телевизор, компьютерные игры, покер онлайн ночью напролет и так далее. Способы бегства массовые, знаете, лучше меня. Но сами понимаете, что такие способы бегства никак не решают ваши проблемы, а только усугубляют их. И они очень вредны для ваших отношений. Почему? Вы думаете, я сильный мужик, я не должен делиться своими переживаниями со своей девушкой. Да, я должен сам все это преодолеть, должен сам справиться, должен сам собраться. Но по итогу вы только отдаляетесь от своей девушки, она начинает вас подозревать, она начинает вас упрекать. И чем хорошим это не заканчивается. Так что, как только у вас начинаются трудности, не стесняйтесь, делитесь со своими девушками, со своими женами. Поверьте, они не сочтут вас слабаками. Для вас как раз наоборот разговоры и решение всевозможных эмоциональных кризисов – это наша стихия. И это как раз то, в чем женщина может быть вам очень полезна. Она вас выслушает, оплачетесь у нее на ее большой груди пятого размера. Вам станет намного легче, уверяю. Более того, это сблизит вас и улучшит ваши отношения. Намного больше, чем еще одна ночь за покерным столом или еще одна пьянка в компании друзей. Так что, будьте открыты со своей девушкой и пусть кризисы и сложные моменты вас сближают, а не отдаляют. Ошибка номер три. Скучать в отношениях. Большинство мужчин уверены, что им скучно в отношениях, потому что они годами находятся с одной и той же женщиной. Им не надо никого покорять, достигать, очаровывать, завоевывать и так далее. На самом деле, скука в отношениях происходит от отсутствия целей. Представьте, какой была бы скучная жизнь без целей. То же самое и отношения. Они становятся скучны, если вы не ставите себе никаких новых пунктов, никаких новых желаний, никаких новых достижений. Какие цели могут быть в отношениях? Самые разные. От выработать доверие до улучшить ваш секс. От поехать куда-нибудь вместе, начать новое дело, не знаю, преуспеть. Слово, цели могут быть как совместные, так и ваши личностные, но они обязательно должны быть. И тогда ваши отношения будут намного интереснее и для вас, и для вашей девушки. Поверьте, даже с одной женщиной вам постоянно нужно завоевывать ее вновь и вновь. И если вас женщина пилит, если она стала скучной, если она стала сварливой, это тоже означает только одно. У вас есть новая цель. Пробудите в ней тигрицу, пробудите в ней неотразимую богиню секса. Пробудите в ней то, что вы хотите видеть. Это тоже цель, и это интересно. Ошибка номер четыре. Чем больше вы любите своих девушек, тем более скованы вы с ними в постели. Это парадоксально, но факт. Со своими женами, с боевыми проверенными подругами вы занимаетесь совсем не таким сексом, как со случайными знакомыми из ночного клуба, которых вы больше никогда не увидите. И это очень иронично, потому что у девушек все наоборот. В начале отношений мы немного скованы, зажаты, у нас есть комплексы, но чем больше длятся отношения, чем больше мы узнаем, чем больше мы доверяем мужчине, чем сильнее мы его любим, тем больше мы можем ему позволить в постели. И на пятом, десятом, пятнадцатом году отношений мы можем пойти на такие эксперименты, на которые никогда не согласились бы в первые месяцы знакомства. Только вот мужчины, к сожалению, совсем наоборот, мыслят и действуют. Они чем сильнее уважают женщину, тем более уважительным сексом с ней занимаются. А уважительный секс – это, как правило, скучный секс в одной позе, в одно и то же время, под одеялом, в темноте для продолжения рода. Так что попробуйте мыслить так же, как мы, чтобы мы двигались в одном направлении. Чем больше вы узнаете девушку, чем лучше вы знаете ее тело, ее желание, ее психику, ее эмоции, тем проще вам будет ее удовлетворить, и тем больше вы можете с ней в себе позволить. Экспериментируйте, будьте смелыми, и я думаю, что секс вам преподнесет немало приятных и интересных моментов, если вы просто поменяете эту закономерность. И, наконец, пятая ошибка – винить девушку или обсуждать ее за что-то. Помните, что ваша девушка – это ваше зеркало. Если вы хотите, чтобы поменялось отражение, вы должны поменять образ, то есть самого себя. Воздействовать на девушку напрямую невозможно, бесполезно и бессмысленно. Если вы хотите, чтобы девушка менялась, меняйте свое поведение. Помните, что поведение – это переменная величина, она всегда зависит от контекста. Если вы поменяете контекст, поведение девушки тоже изменится. Это очень сложный и очень простой закон, но попробовав один раз, вы увидите, что он полностью работает. Ну вот, собственно, и все. Большое спасибо, что посмотрели. С вами была я, Виктория Исаевна. И помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать.